Дополнительное вступительное испытание в МГУ по математике. Задание номер 7. Из вершины D на плоскость основания ABC пирамиды ABCD опущена высота DH. Покажем сразу на рисунке. Найдите объем этой пирамиды, если известно, что площади треугольников HBC, HAC, HAB равны соответственно 2,11, 4,11, 5,11. И что все три плоских угла при вершине D прямые. Вот на рисунке как раз это показано, что все три угла при вершине D по 90 градусов. Исходя из того, что DH это высота пирамиды, а это значит точка H является проекцией точки D на плоскость ABC, на плоскость основания ABC. Это значит, что треугольник BHC является проекцией треугольника BDC на плоскость основания ABC. И вот это уже нужно записать. То есть треугольник BHC является ортогональной проекцией. То есть пишем проекция треугольника BDC на плоскость основания ABC. Далее заметим, что в силу того, что все три угла при вершине D прямые, то ребро AD перпендикулярно к ребру DC и ребро AD перпендикулярно к ребру BD. А это значит, что если прямая перпендикулярно к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, в данном случае в плоскости BDC, то это значит, что ребро AD перпендикулярно ко всей этой плоскости. Таким образом, AD перпендикулярно к плоскости BDC. А отсюда следует, что треугольник BDC является в свою очередь проекцией треугольника BAC на плоскость BDC. Вот это тоже нужно будет записать. То есть, что треугольник BDC является ортогональной проекцией, то есть проекция треугольника BAC на плоскость BDC. Далее, в силу этого, если мы сейчас рассмотрим двугранный угол ABCD, то есть угол между плоскостями ABC и DBC, то площади этих треугольников, каждый из которых, соответственно, является проекцией какого-то другого треугольника, можно выразить через косинус вот этого двугранного угла. И для этого нам понадобится обозначить как-то этот угол, чтобы было проще далее все расписывать. Обозначим двугранный угол с ребром BC. BC это ребро двугранного угла, угла между плоскостями ABC и DBC. Обозначим через альфа. То есть двугранный угол ABCD обозначим через альфа. Это угол между плоскостями ABC и DBC. Тогда косинус этого угла с одной стороны равен отношению площади проекции в данном случае треугольника BHC к площади самого треугольника BDC. С другой стороны, этот же косинус угла равен отношению другой проекции, то есть площади треугольника BDC к площади треугольника, который проецируется в треугольник BDC. То есть к площади треугольника BAC. То есть разделить на площадь треугольника BAC. Вот такое отношение. И теперь рассмотрим равенство вот этих двух отношений. Учитывая, что площадь треугольника BAC мы можем найти. Кстати, сейчас найдем. Начнем с того, что найдем для того, чтобы вот это равенство, эту пропорцию сейчас каким-то образом преобразовать. Попробуем найти сначала площадь треугольника BAC, то есть площадь треугольника в основании. И потом подставим вот в это равенство. Тогда у нас получается площадь треугольника BAC или ABC, не важно, BAC равна сумме площадей вот этих наших треугольников BHC, BAH или там BHA и CHA. А эти площади нам даны, вот они. То есть получается, что площадь треугольника BAC равна площади треугольника, ну вот можно написать там HBC, HAC, HBC плюс площадь треугольника HAC плюс площадь треугольника HAB и равна 2,11 плюс 4,11 и плюс 5,11. Получаем 11,11, а это единица. Подставляем эту единицу вот сюда в нашу пропорцию и выражаем площадь треугольника BDC. Площадь треугольника BDC в квадрате перемножаем, крайних равно произведению средних по основному свойству пропорции. И окончательно у нас получается следующее выражение. Площадь треугольника BDC в квадрате равна площади треугольника BHC. Аналогично мы можем точно так же выразить площади треугольников ADC через площадь проекции этого треугольника на площадь основания и площадь треугольника ADB через тоже соответствующую проекцию этого треугольника на плоскость основания. Таким образом, можно написать аналогично, мы можем получить формулы, которые связывают площадь, квадрат площади треугольника ADC, ADC в квадрате, равно площади треугольника AHC. И площадь треугольника ADB в квадрате равна площади треугольника AHB. Наша задача найти объем пирамиды. Объем пирамиды удобно найти как одну треть произведения площади основания. В качестве основания удобно взять площадь, предположим, одной из боковых грани, предположим, BDC и умножить на соответствующие этой площади основания вот эту высоту. То есть, если BDC взять за основание, то тогда высота, проведенная как перпендикуляр к этому основанию, как раз и будет ребро AD. То есть, в качестве высоты мы возьмем ребро AD. Таким образом, мы получим объем в следующем виде. Объем ABCD, объем пирамиды ABCD будет иметь вид 1 треть произведения площади основания, возьмем BDC и умножим на высоту AD. И умножить на AD. Площадь BDC найдем как площадь прямоугольного треугольника, по формуле площади прямоугольного треугольника, как полупроизведения длин катетов. Катетами являются ребра BD и CD. Таким образом, у нас получается площадь треугольника равна 1 вторая умножить на BD и умножить на CD. Но 1 вторая да еще 1 треть мы получаем 1 шестую. То есть, в результате получается 1 шестая умножить на ребро BD, умножить на CD и умножить еще на AD. Вот у нас AD переписали. Таким образом, формула для объема готова. Нам теперь необходимо как-то найти вот это произведение, произведение ребер. И можно заметить, что можно найти, то есть можно каким-то образом выразить вот это произведение через площади боковых граней. Как это сделать? Сейчас посмотрим. Во-первых, возведем в квадрат каждое из ребер и извлечем квадратный корень. Таким образом, мы искусственным путем подгоним под площади боковых граней. Почему? Потому что площади боковых граней равны 1 вторая полупроизведения катетов. А катеты как раз и являются нашими ребрами, которые здесь нам даны, которые у нас получились. Поэтому продолжим. Пишем равно и теперь попробуем сделать такую операцию. 1 шестую перепишем, а вот теперь извлечем корень из квадратов этих ребер. Получится то же самое. То есть корень квадратный из BD квадрат умножить на CD квадрат и умножить на AD в квадрате. Ну и теперь уже можно подогнать под площади боковых граней. Как подогнать, сейчас увидим. 1 шестая корень квадратный. И вот здесь нам не хватает 1 и 2. Значит пишем 1 вторая умножить на BD и умножить на CD. Одна площадь есть. Умножить на 1 вторую. BD у нас еще одна осталась. Там было BD в квадрате. BD. И умножить на AD. И умножить на 1 вторую. У нас осталось еще CD и AD. Действительно, если мы сейчас вот все это под корнем посчитаем. Да, единственное с коэффициентами сейчас надо разобраться. У нас получается 1 вторая на 1 вторую на 1 вторую. Будет 1 восьмая. Значит надо еще умножить на 8. Вот так под корнем умножим на 8. То есть вот если мы сейчас здесь сократим на 8 и так далее. Тут и BD запишем как BD квадрат, CD квадрат, AD квадрат. У нас действительно получится то, что было раньше. Но зато теперь каждое из вот этих произведений можно заменить на площади соответствующих боковых грани. Таким образом у нас получается следующее выражение. Пишем равно 1 шестая. Корень из 8 сразу найдем. Корень из 8 это 2 умножить на корень из 2. 2 и 6 мы сократим на 2. Получается у нас корень из 2 разделить на 3. Так и запишем. Корень из 2 на 3. А под корнем у нас как раз получаются наши площади. Это площадь. Первая это BDC. Площадь треугольника BDC. Умножить на площадь треугольника B или ADB или BAD, неважно. ABD. И умножить на площадь треугольника ADC. ADC. Ну и теперь осталось только подставить выражение данных площадей боковых грани через площади их проекции на плоскость основания ABC. А как это можно сделать? Ну вот например, если мы сейчас выразим площадь треугольника BDC, то это будет корень квадратный из площади BHC. Корень квадратный из площади проекции треугольника BDC на плоскость ABC на плоскость основания. Поэтому вот здесь вот будет корень и еще под корнем, то есть корень из проекции, корень из площади треугольника BHC. Тут у нас будет корень из площади треугольника AHC. Ну и так далее. Но что получается? Это корень квадратный. Да вот эти все корни мы тоже можем под общий корень записать. Значит будет корень квадратный и еще под корнем корень. Это будет 1 вторая, да еще 1 вторая. 1 четвертая, то есть будет корень четвертой степени из площадей проекции вот этих вот треугольников на плоскость основания. Таким образом у нас получается корень из 2 на 3 мы перепишем. А здесь у нас будет уже корень четвертой степени. И вот теперь уже здесь под корнем у нас остаются проекции. Площадь это BHC умножить на площадь. Это было что у нас? ABD. Так ABD. Значит тогда это будет у нас AHB. AHB. Далее и умножить. Тут была у нас площадь треугольника ADC. Значит это у нас получается. Так, одну минуту я вот это вот сотру. Вот это вот сейчас сотрем. Вот это вот, чтобы не было грязи. Сейчас я уберу это. Так, сейчас одну минутку назад вернемся. Так, вот так вот я стираю. Да, вот это вот, чтобы не было грязи вот здесь. Вот все, чтобы так и осталось. Тогда у нас получается. Итак, корень из 2 на 3. Площадь и переписываем проекции под корень. То есть уже корень четвертой степени. И у нас получается площадь треугольника BHC умножить на площадь треугольника какого? Это ABD у нас было. Это где у нас? ABD. Это у нас AHB. Площадь треугольника А или ABH. Можно так, чтобы совпадали вершины. ABH. Вот у нас ABD. Где он у нас? ABD. Ага, вон он. Вот тот вот дальний. Значит, у него проекция какая? ABH. Все правильно. Значит, и умножить на площадь треугольника ADC. Это где у нас? ADC. Это AHC. Вот теперь все точно. Подставляем. Равно. Что тогда у нас в результате получается? Равно корень из двух на три. Корень четвертой степени. Под корнем у нас площадь треугольника BHC. Это вот первый у нас. Он равен... Эта площадь равна 2 одиннадцатых. Пишем. 2 одиннадцатых. Умножить на площадь треугольника А. Смотрим, где у нас. А, B, H. Это HAB. Это 5 одиннадцатых. 5 одиннадцатых по условию. И AHC. Это HAC. Это второй. 4 одиннадцатых. Да, вот теперь все правильно. И вот теперь удобно, чтобы упростить вот эту запись. У нас 11 в кубе в знаменателе, а тут корень четвертой степени. Значит, желательно, чтобы было 11 четвертых. Поэтому умножим на 11 и разделим на 11. Вот число под корнем. Тогда у нас получается корень из двух на три корень четвертой степени. Тогда в знаменателе после умножения на 11 будет 11 в четвертой. А вот в числителе у нас получится 2 на 5 на 4 да еще на 11. Вот мы умножили числитель на 11 и знаменатель на 11. Тогда у нас получается... Ну, во-первых, корень из 4 можно вынести. Тут корень четвертой степени. Значит, корень квадратный из 4 будет корень из 2. Значит, получается выносится из-под корня четвертой как корень из 2. Корень из 2 до корня из 2 уже один был. Значит, будет 2. Далее, корень из 11 в четвертой, корень четвертой степени из 11 в четвертой, это будет 11. Вот получается 11, да еще умножить на 3, будет 33. То есть получается 33 у нас здесь. И здесь у нас остается еще корень четвертой степени. Так, четверку мы убрали, дважды 5, 10, да на 11, получается 110. Задача решена, пишем ответ. В ответ просто пишем это число. То есть достаточно записать просто это число. Пишем ответ и записываем то, что у нас получилось. 2 корня четвертой степени под корнем число 110 и все это поделить на 33. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите пару слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok